Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 7 декабря, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, из сигналов. В сигналах давал я вчера торговую идею по золоту, которая потихонечку пошла в отработку. Но напоминаю, это торговая неделя у нас новостная, друзья мои. И сегодня у нас 16.30 первичные заявки по получению пособий. Вчера вышли предварительные нонфармы, вышли слабенькие. Но 18.30 их подбодрила нефтяночка. Но нефтяночка валит вовсю и эти крохи ее вряд ли спасут. Напоминаю, что в пятницу у нас нонфармы, друзья мои, а сегодня четверг. Поэтому на какие-то супер движения рассчитывать сегодня не стоит. Давайте посмотрим на графики. Поехали. Итак, начнем мы с золота. Золотишко потихонечку поползло в ланги от лангового слома, который произошел позавчера. Мой торговый планчик в ланге потихонечку отрабатывает. Первая цель фиксации длинных позиций находится на вершине вчерашнего дня. И я думаю, что в ближайшее время будет пробито. Это первая цель, вот эта вторая. Но не думаю, что именно сегодня обновят основную цель 5 декабря. Скорее всего, могут оставить на завтра. Но по первой цели можно взять тейк профит и относительно стопа в 1000. Тейк профит уже здесь полторашечка, друзья мои. Переключаемся к паре евро-доллар. Евро-доллар тоже сегодня прибодрился. Прибодрился. Напоминаю, что у нас идет ярко выраженная шортовая тенденция на 15-минутном таймфрейме. Естественно, все сейчас игроки будут смотреть только в шорты, потому что это логично. С другой стороны, у нас инструмент влетает сейчас в шортовый слом. От него тоже может провести коррекция. Но я участвовал в этом падении в двух точках. Причем не в разворотной, а именно уже в тренде в рамках нашей новой тактики. Назовем ее тактика CS PRO. Те, кто знает, тот понимает. Вот здесь мы шортили от шортового слома и... А, и все, да? И все. Ну, вчера еще был сигналчик в шорты. Вот здесь маленький. Но это как бы мы пока не берем. Что нас интересует сейчас по еврику? Еврик перед новостями, перед нонфармами влетает в зону слома, который проходил у нас в первой половине прошлого месяца. Интересная зона. Что здесь следует ожидать? В рамках системы охоты за стопами. Не на недельках, не на дневках. Ничего пока с точки зрения каких-то охот я пока не вижу. Все, что сейчас происходит, по моему сугубо некомпетентному мнению, естественно, это натяжка перед нонфармами. На нонфармах, как правило, все потом пойдет в другую сторону. Такое очень часто, друзья мои, бывает. Из сломов. Из сломов. Что у нас из больших сломов присутствует? Сверху шортовый 1.09 непонятно где. И второй примерно 1.08 плюс-минус два локтя по карте. Вот эти два слома нас интересуют. Либо шорт от верхнего, либо лонг от нижнего. Соответственно, это что касается каких-то более-менее серьезных движений. На пятнашечках у нас пока все в печали. Карта сломов, которую я постоянно анонсирую, но постоянно не рисую, выглядит примерно вот так. Сейчас упираемся в шортовый. Но целей на него, к сожалению, нет. Потому что уже сегодня какая-то микрокульминация прошла. По лонгам вообще ничего нет практически. Возможно, если перепишут этот хай, если его перепишут, то тогда вот нижний слом можно выставлять как рабочий и опираться на него в лонге. Но все это пока очень вяло. Явная шортовая тенденция. Поэтому вот этот шортовый слом сейчас рулит. Что касается пары фунт-доллар. Фунт-доллар у нас тоже подваливает. Подваливает, но сегодня прям активно корректируется в лонге. Также упирается в шортовые сломы. Не с точки зрения дневок, не с точки зрения неделек. Именно сигналов на заход с хорошим потенциалом или охотой за стопами среднесрочных трейдунят. А то и маркетмейкеров пока я, друзья мои, не вижу. Давайте еще глянем на часики. Та же самая картина, что и по евро-доллару. Тоже сам шортовый тренд, только меньшей волатильности. По фунту, в отличие от еврика, осталась сверху площадка. И что-то мне подсказывает, что это все оставили те, кто знает, какие завтра будут нон-фармы, друзья мои. И если следовать этому правилу, то нон-фармы должны выйти слабые. Если бакс ослабнет и фунт вырастет, то эту площадку пробьет. Но пока как на этом заработать с понятными и адекватными рисками, я пока не знаю. Поэтому будем посмотреть до завтрашнего дня. Итак, австралийский наш брат хорошо скорректировался. Кстати, оставил здесь ту же площадочку интересную. И чтобы здесь интересно посмотреть. Я за ланги однозначно. Вверху площадка та же, что и по фунту, только дальше. И было бы интересно увидеть вот такой сценарий. Вот такой как раз. Смотрите, здесь проходит четкий уровень поддержки сопротивления. Его не видит только ленивый аналитик. И эти аналитики будут указывать своими аналитическими перстами трейдунятам, что надо покупать и стопиться за вот этот уровень поддержки сопротивления. Они, естественно, все накупят. Их вот здесь вынесут на новостях. И после этого выноса может вот такое движение произойти, друзья мои. Ну, как минимум вот такое, а как максимум вот такое. Соответственно, это называется шок лангистов. Либо стрях, купивших на хаях трейдунят. Ну, им больше просто некуда ставить стопы. Они будут ставить за уровень. И вот когда их вынесут, и через импульс отката, которого может, кстати, не быть, можно зацепиться в ланги и заработать на валютных спекуляциях, которые пока еще не запрещены. Отсылка к Иосифу, друзья мои. Так, переходим к доллар-канадцу. Доллар-канадец у нас тоже спит в какой-то ланговой коррекции. Отработал все тут ланговые истории. Но напоминаю, что внизу по доллар-канадцу кучка канадских денег, друзья мои. И эта кучка будет рано либо поздно забрана. На мой сугубо некомпетентный взгляд, все должно развиваться вот в таком плане. Поэтому я за шорты, а то и за шорты. Может даже за шорты в шортах. Но сделать это надо техничное. Техничное был заход в этой зоне. Пока то, что я вижу, мне не очень нравится. С точки зрения техники. Инструмент рыхлый. Но общее направление пока вижу по нему такое. Доллар-иена валится, друзья мои. Валится, валится, валится. Впереди зеркало. И это зеркало, друзья мои, должно быть пробито. Если это зеркало оттестится и не пробьется сразу, то с отката надо добивать покупателей, которые прячутся под этим уровнем. То есть сейчас у нас идет охота за стопами, которые находятся под уровнями на разных инструментах. Обратите свое трейдерское внимание. Что касается нефти. Нефть нас немножко наказала, но мы сделали очень все аккуратно, технично. Те, кто следит за комментариями по моим торговым идеям в закрытом телеграм-чате, те видели, как мы аккуратно выпрыгнули с жижи, которая сейчас торгуется уже по 69. Что здесь может произойти? Да, все что угодно, скажу я вам. И мы могли бы прийти к другому инструменту, если бы я не был нестандартным сигнальным аналитиком. Что меня тревожит в жиже? Ужи же, друзья мои, меня тревожит то, что по котировочке под названием почти 80 долларов за баррель WTI у нас осталась площадка. И я жил в то время, и когда нефть была 150, друзья мои. С другой стороны, с другой страшной стороны, у нас под уровнем в 61 есть большая кучка нефтяных стопов, которую бы вообще было здорово выбросить, конечно. И в моих неспокойных трейдерских снах я вижу вот такое движение, друзья мои. А то и вот такое вот. Было бы логично вот так вот всех опрокинуть и потом идти в нефтяной Тузимун. Но будем, как говорится, посмотреть. Я давно говорил про эту площадку, что ее могут добивать и все такое. Ну, понятно, что просто так здесь сейчас шартюкать со стопами два локтя по карте, но не очень правильно. Но, друзья мои, 21 год здесь все-таки обозначил свои лая. И было бы прикольно, если бы его добили. Поэтому, кто сейчас просто так лонгует жижу, типа, да, вырастет, вы должны понимать, что 61, а то и 60, либо ниже 60, тоже может произойти. Потому что площадку вот эту никто никуда не делал. Вот так. И оттуда бы уже покупать прям по-серьезному. Напишите, что вы думаете насчет этой бредовой торговой идеи. Переключаемся к биткоину, который заживал свой супертренд, прям вообще мегакульминация и остановился, набил вот здесь вот площадку. Куча здесь денег стоит, вынесут всех, мама не горюй. Естественно, весь криптопозитив, там все, крипта растет, и так далее. Но, друзья мои, у меня такого позитива нет. Я не сторонник ловли больших движений. Более того, я не знаю людей, которые ловят большие движения регулярно. Кому-то может везет, кому-то нет. Кто-то ловит большие движения в минус, и таких большинство, друзья мои. Я сторонник торговли со стопами. И сторонник торговли с определенным процентом депозита на сделку. И считаю, что это самый верный путь для молодого трейдуниста в 23-м году. Соответственно, что в этой зоне, естественно, если вы скальпирок, конечно, лучше работать на понижение, чтобы вынести вот этих вот покупателей, пощупать вообще защиту здесь, насколько они крепкие ребята. В общем и целом, было бы неплохо, если бы здесь все откорректосилось и повыбрасывали те, кто налонговал на хаях. Что насчет общей, в общей картине? Я читал там комменты под разными своими видосами, что как же так? Вы говорили, что крипта упадет, а крипта не упала. Друзья мои, я сторонник работы по сломам. То, что отрабатывает по сломам, в том числе, допустим, на валютах, оно, на мой сугубо некомпетентный взгляд, связано с особым алгоритмом работы маркетмейкеров. Либо роботы у них так заточены. То есть, то, что мы сейчас используем по сломам, лучше всего это отрабатывается на евро-долларе. Я не знаю, как работают маркетмейкеры на биткоине, либо на нефти. Эти инструменты не так хорошо работают по сломам. Но в общем и целом, зоны, которые отмечены именно, скажем так, как стоповые, они рано или поздно отрабатываются. Вопрос рисков. Цепляетесь вы в них, либо нет, и с какими рисками? Как говорил один великий инвестор, не важно, сколько вы правы, вы либо не правы. Важно лишь то, сколько денег вы зарабатываете, когда правы, а сколько теряете, когда ошибаетесь. Поэтому я не за то, что вот я же говорил, надо было биткоин покупать, либо я же говорил, что надо было биткоин продавать. Вопрос рисков. Где риски? А риски у нас пока не определены, потому что нет шартовых импульсов. Лонговый импульс, слом, ждем пробоя. Пробоя нет, курим бамбук. Импульс, слом, ждем, 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 нету сломов, соответственно провожаем этот тренд вверх и просто не участвуем в нем. Я был готов, кстати, крипту купить вот здесь. Вот прям вот здесь, на лонговом сломе. Думал, дадут хорошую точку захода, потрепать стоп-лоссы продавцов вот в этой зоне, но мне не дали хорошего отката, поэтому я остался здесь без сделки. Ну, я считаю, не худший вариант. Давайте подождем развитие событий по крипте. Что касается рубля, что тут ребята говорят, что у меня рубль не двигается. Сегодня у нас какое? Уже сегодня 7 декабря. Да, кстати, у меня рубль не двигается. Я по нему сигналю, сигналю, а он не двигается. Надо, кстати, разобраться. Что касается у нас индекса бакса, друзья, мой индекс бакса перешел к легкой шартовой коррекции. Сигналов каких-то интересных пока нет, кроме того, что можем еще дойти до шартового слома на недельках, но, пожалуй, и все. И все. Было бы вообще идеально, если бы мы ушли сюда, но в этом случае бакс должен мрачно укрепиться ко всем инструментам. Но опять же, если просто за шартовый слом брать вот этот импульс, ну, так себе идея. То есть не очень техничная, не очень техничная. И, в принципе, индекс бакса, на мой взгляд, один из самых нетехничных инструментов, который просто не может быть техничным, потому что он объединяет там кучу инструментов в одном лаконе. Переходим к индексам. И британский, британский товарищ у нас подустал, футсик спит в диапазоне, в то время, когда уже Европа и Америка переписала все хая, которые только можно, британец вообще не растет. И это все говорит о том, что ближайшие площадки, например, как она называется у нас, 7200, должны быть пробиты. Америка. Америка ждет, естественно, безработицы в США, которые выйдет завтра. И все это происходит на хаях года. Ну, как минимум, по насдачку, которые были пробиты очень слабенько. И недельные таймфреймы показывают нам, что это все прям еле-еле дотянулись и слегка сдулись. Что касается Европы, друзья мои. Стоксы, Даксы на хаях. Стокс не пробил хаях года. Дакс переписал хаях года и не дает никаких шортовых коррекций, чтобы нам поохотиться за лоями. Опять же, насчет площадок и насчет сломов по, ну, скажем так, необычным торговым инструментом, таким как индексы, крипта и так далее. Опять же, отсылка на счет маркетмейкеров. Я не уверен, что по индексам маркетмейкеры действуют так же, как и по валютам. Поэтому может отрабатывать. Просто фишка в том, что на сломах удобно ставить стопы. Для тех, кто вообще знает, что это такое, друзья мои. Поэтому, если будут у нас такие возможности, то будем подшарчивать от сломов. Пока их нет. Пока их нет. Цели есть, сломов нет. Идем дальше. Газик повалился, друзья мои. Два с полтиной стоит газ. Не мало, но и немного. Почему не мало? Потому что ваш покорный, но, к сожалению, не всегда дальновидный, слуга покупал его меньше двушки. И он привык это делать и хочет это делать еще третий год подряд. Многие скажут, что два с полтиной это прям шикардос и надо брать. Но тогда, друзья мои, у вас и стоп должен быть на два с полтиной. А чтобы вам сделать сто процентов с этой торговой идеей, то газ должен стоить для вас пятюню. А пятюню он стоил вот здесь. Вот здесь, друзья мои. И это как бы нифига себе, как долго ждать. Поэтому я предлагаю лучше подождать шикарных цен. Мало ли, мало ли, но может так получиться, что зловещие спекулянты могут закинуть газ ниже двушки. Допустим, в 1.6 либо полтора. И вы тогда будете покусывать свои уже покусанные трейдерские локотки. Почему же вам не досталось лучших цен? Благо, нам есть чем торговать и газик мы можем оставить на закуску. Так, с доллар-франка и дальше по красам нас интересует исключительно сеточный метод торговли, который мы с вами периодически обсуждали на мастер-классах. Напоминаю, что доллар-франк меня интересует в рамках сеточного метода торговли ниже минимума текущего года. Канадец-франк подваливает. Те, кто не набирал ланги, шансы есть. Каждые 500 пунктов можно его покупать. Если вам страшно, покупайте каждую тысячу пунктов. Канадец-иена начал падать, так не переписал вершины текущего года. Ну, для тех, кто стоит в лангах, вернее, в шортах, а таких много, это хорошая новость. Франк-иена, друзья мои, forever мы летим вниз. И для тех, кто все-таки держит свои шортовые позиции уже почти целый год, у вас есть прекрасный шанс сбросить этот инструмент хотя бы в ноль, хотя бы в ноль, для того, чтобы просто освободить маржу для новых валютных побед либо новогоднего стола. Напоминаю, что если вы его набирали в шорты, найдите среднюю цену ваших продаж, которую вы можете просто не определить из-за большого количества ордеров. Поставьте индикатор, который называется Profit Line, по-русски Profit Line, который валяется в интернетах абсолютно бесплатно, и найдите среднюю цену всех ваших 15 тысяч ордеров в шорты, вот, и на этой средней цене нажмите кнопочку Клазе Ордер, когда цена сюда придет. Если вы понимаете, о чем я говорю, поставьте лайк под этим видео. Audi Cut, Audi Cut, меня интересует повыше для шортов сеточки, он сюда еще не дошел. Новозеландец, Франк, спит пока в диапазоне, а мне интересуют границы этого диапазона. Австралиец, падал-падал и устал опять, очень вяленький инструмент, но такая у него судьба, друзья мои, здесь нет евро, здесь нет иены, здесь нет фунта, это отношение двух валют от странных государств, которые очень близки по природе своих бюджетных поступлений и импорта, экспорта, поэтому и трендов в этой дроби, грубо говоря, нет, и мы используем здесь, скажем так, короткие диапазоны, я все мечтаю, когда хотя бы полугодие пробилось, но пока этого нет, поэтому мы ждем, когда это может произойти. Еврокадик, еврокадик, друзья мои, начинает загибаться, и что-то мне подсказывает, что удар вот сюда по хаям может быть прям очень неплохим. Если вы просто так купите здесь со стопом в 5000 пунктов и поставите тейк в 5000, у вас будет соотношение один к одному, и вы можете здесь заработать 100% с этой сделки, скажем так. Это не говорит, что 100% к депозиту, 100% на торговой идее. Но я не сигналю в одностороннем порядке по красам, мне интересуют только сетки здесь, и сетки, это шарты выше 2021, 2022, 2023 года. Здесь шаг должен быть не меньше 1000, инструмент залетный. Итак, друзья мои, свершилось почти или не почти, нет, еще не почти, еврофранк готов пробить лая 2022, 2023 года, а это значит можно здесь после пробоя и желательно после пробоя на штукарек раскидывать сетку лимитных покупок с шагом 1000 пунктов по пятому знаку и выходить на зеркале с деньгами и бежать за апельсинами. Друзья мои, это интересная торговая идея. Евро-Ауди, Евро-Ауди у нас начинает подбычивать, если перепишет вершину текущего года, шаг 1000, следы сделок показаны у меня на графике. Давайте приступим к ответам на вопросы на YouTube канале по вчерашнему видео. Поехали. Итак, один из комментариев. Благодарю, всегда смотрю, всем спасибо, качественный обзор Майкла Беллоферуи, вышла новая книга Playbook, я ее вчера, кстати, послушал в нашем Telegram чате, ее уже скинули, ну, так, прикольно. Здравствуйте, как на ваш взгляд, можно ли ожидать доллар-канадец в зону 33.700? Давайте посмотрим. Доллар-канадец 33.700, а, ну, вот как раз я про это и говорил, я думаю, я ответил на ваш вопрос. Идем дальше. Добрый день, как, как ваш прогноз по NVIDIA до конца 23-го года на 24-й? Но, вы знаете, я по фундаменту, я как бы не спец по этим бумагам, да и вообще, я знаю мало специалистов по ценным бумагам, одного знаю всего на все, но он очень крут, вообще невероятный, невероятный человек, новое окно, новое окно, давайте глянем чисто технику. Стаксы, стаксы на N у нас, да? Как N? Так вот, пока ищу в продолжение темы, почему я считаю вот именно этого человека крутым специалистом по фундаментальному анализу в акциях. что-то нету, Странно, дочитаешь. Короче, я видел его работу, я с ним работал в одной компании, ну, там месяца три он работал с нами, и я понял в то время, что он действует не просто как такой, знаете, там, технический аналитик, а он действует как какой-то следователь, который выискивает невероятные взаимосвязи между, ну, не просто там новость по компании, а как эти новости связаны там с конкурентами, либо с поставщиками, которые там к этой компании что-то поставляют, в общем, такие цепочки он разруливал невероятные, и вот все, что он там рекомендовал в свое время, оно все стрельнуло так, что просто капец, и не стрельнуло не за того, что там, как сейчас крипта пошла, в общем и целом, там, биток вырос, соответственно, все крипто тоже выросло, вот, а вот именно точечно, точечно, я понял, что это прям вот талант, не просто там угадай мелодию, а вот талант в том, чтобы это все выкопать, я с ним разговаривал много раз, я говорю, откуда ты черпаешь информацию, где ты вообще это все берешь, ну, он говорит, ну, из разных источников, как бы, они не секретные, но они мои, вот, собственно, он на этом, на этом и, и живет, скажем так, но я за свою жизнь такого человека встретил только один раз, напоминаю, я в индустрии уже второй десяток лет, да, вот она, эта ерунда, ну, а мы по технике, друзья мои, по технике, давайте пофантазируем, ну, что скажу, 450, 450, я здесь ничего не вижу, друзья мои, потому что я не фундаментальный аналитик, я здесь вижу большой расширяющийся треугольник, и для трейдеров ничего хуже, такой конструкции нет, когда всех выносят, вот это все может плохо закончиться, вот такое, вот такой я наличка, так, идем дальше, Андрей Викторович, у вас график доллар-рубль не двигается уже неделю, а Андрей Викторович все фантазирует и фантазирует, ну, такая работа у меня, по ладе уже пошла сетка лонгов, как и по газу, я помню про ваши истории, так, друзья мои, у нас товарищ, который, который вчера написал, что потерял много денег, много денег, и сегодня, послушав, скорее всего, мой вчерашний обзор, написал даже несколько постов, почему-то здесь один остался, где говорит, что Forex, как и любая биржа, напоминаю, что Forex это не биржа, не отличается от букмекерских контор, где люди делают ставки, команды ставят риски, все равно на длинной дистанции умудряются терять, Forex почти то же самое, только нам тут накручивают сложные системы, что это игра, что анализировать все это ерунда, манипуляции, разводки, собака сдохнет, глаза закройте, признавайтесь, сплошная игра, и все. Ну, понятно, понятно, что человек в печали, напоминаю, что уважаемый вот юзер RS3 FX и так далее стоял против в Лангипа фунт, фунт иене, по-моему, не, фунт, еврофунт, еврофунт он-то покупал и умудрился всадить туда 40 тысяч и там еще какие-то машины и заводы, пароходы. Что сказать, что сказать, еще раз повторю, еще раз повторю, я, ну, скажем так, в свое время меня регулярно привлекали именно к разбору и к настройке сливших людей. Ну, и в принципе, я очень много работал с людьми, которые, именно трейдерами, которые теряли деньги в какие-то периоды, но компании их не хотели бросать, потому что понимали потенциал этих людей, нужно было просто разобраться, что произошло. А так как компании относились к трейдерам как к каким-то кибер-людиам, то нужен был специалист, который, во-первых, понимает психологии, во-вторых, понимает в трейдинге, в системе и который может настроить мозги сбоившей машины на торговый лад. Меня привлекали, я работал с такими товарищами не один раз и довольно успешно, кстати. Я сейчас ничего не продаю, не хочу этим заниматься, просто у меня был такой опыт. И наше общение с этими товарищами начиналось только с первого. Я должен был понять в рамках какой торговой стратегии работал человек. Мне нужно буквально несколько минут общения и десяток слов, чтобы понять торговый принцип, потому что я знаю практически все, все принципы торговые, которые можно заработать. Соответственно, потом мы проверяли, соответствовала ли его торговля, которая привела к убыткам, соответствовала ли она стратегии, которую он использовал. Соответственно, это фильтр номер один. Если сделки, которые он открывал и привели к убыткам, шли мимо кассы его стратегии, значит, он ее не соблюдал. Раз он ее не соблюдал, значит, у него ее нет. вопрос дальше, кто его контролировал, это уже другой момент, мы пока не будем к этому надеяться. Второй момент, если человек в рамках системы потерял денег, значит, он мог нарушить и все делал правильно, значит, он торговал объемами, которые не соответствовали либо договорным, либо которые закладывал изначально. Естественно, мы тоже проверяли. очень много ребят, которые терялись из-за распределения денег между инструментами, то есть, там, зашел в европ, потом, зашел в фунта, потом, зашел в йену, потом, это все смешалось в кучу, естественно, это все было либо в сторону укрепления бакса, либо ослабления, потом, пошло сильное движение, он не угадал и потерял на всех инструментах кратно тому, что он собирался потратить, зайдя в один из них. его просто затянул, он размазал объемы, естественно, уже запутался в них, перестал понимать, сколько он засадил туда и на ближайших новостях вылетел в трубу. Такое тоже может быть. Но, опять же, возвращаемся к первому пункту, соответствовала ли торговая стратегия захода по нескольким инструментам сразу и рассчитывался ли объем между ними на эти инструменты. Мы там искали, естественно, ошибки. Они, естественно, находились. Мне нужен был просто доступ инвестора чтобы понять, что произошло. Как правило, больше пяти минут не было нужно для того, чтобы я понял основную ошибку. После этого всего я, собственно, людям, которые контролируют или пытались работать с этим инструментом, рассказывал, что произошло, почему трейдер всадил и что делать дальше. Потом я забирал деньги и уходил. Вот так было много раз, грубо говоря. Я этим занимался уже здесь в Москве именно физически. И работал и с одной, и с другой стороной. И в итоге мы приходили к одному и тому же знаменателю во всех этих конторах. Знаменатель один. Трейдер ни в коем случае никогда не должен оставаться одним. Его должны контролировать либо роботы, либо люди, либо люди и роботы, либо много людей и роботы. Соответственно, если он за что-то взялся, допустим, у него должен быть какой-то начальник. Это может быть, не знаю, пусть инвестор, либо представитель инвестора, либо риск-менеджер и так далее. Подотчетно, подотчетно это все должно проходить. и трейдер должен знать абсолютно, что над ним есть кто-то, кто его контролит и может остановить весь этот беспредел, грубо говоря. Второй момент, второй момент это кредитное плечо. Если кто-то кому-то дает деньги, либо вы думаете, что вы сейчас победите рынок в односторонней торговле и у вас есть гигантское кредитное плечо, то шанс потерять все он практически стопроцентный. Потому что вы можете попасть в тильт и за несколько сделок засадить весь депозит и на ближайшие новости вылететь в трубу. Если у вас кредитное плечо, допустим, 10 к 1 или 1 к 10, то вы такое физически сделать не сможете, друзья мои. Вы откроете одну сделку и на другую у вас просто не хватит денег. Все. Это, на мой сугубо некомпетентный взгляд, лучший способ защиты депозита, маленькое кредитное плечо. Но вы можете сказать, ну, с маленьким кредитным плечом я не заработаю много денег. Друзья мои, сегодня недавно мне парень писал, что мне делать, я мало зарабатываю, вот за день 0,75% что-то в день или несколько дней. Я все перемножил на количество дней в году и у него получилось 35% годовых. Вот юзер RS3. Как вы считаете, было бы сейчас вам хорошо общаться с нами и иметь 35% годовых? Я думаю, вы даже бы не писали сюда, но у вас минус 100 и минус там еще какие-то долги. Поэтому завышенное ожидание, завышенное ожидание, это все плохо. Поэтому я на самом деле за систему не вот индивидуального трейдинга, когда все-таки люди торгуют сами себе не подотчетные, не публичные, не в системе. Они в большинстве случаев все потеряют. Но если они подключены к какой-то системе, либо у них есть отношения с инвесторами, либо с компаниями, пробтрейдинговыми компаниями, которые их контролят, где есть четкий договор, где прописаны риски, где есть какая-то система контроля, и трейдер уже понимает, что у них есть какие-то рамки, обязательства, контроль, и он тысячу раз подумает перед тем, как засаживаться по еврофунту без стопов и так далее. И тогда это как минимум не приведет к гигантским потерям, а как максимум может иметь шансы на какое-то будущее. И я плотно думаю над этим, чтобы такую систему создать. надеюсь у меня получится и многие к этому подключатся тоже. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. всем пока.